Вітаю вас у студии Аленова Храмеева. Эфир первого национального канала Беларуського радио протягивает программу «Актуальный микрофон». Велопробегу, поддержку людей с разумовой инвалидностью прошел в нашей стране. Это волонтерский проект, инициированный программой развития ААН у Беларуси, поддерживающих структур, громадских организаций, приватного сектора, международной дипломатической супольности. Велопробег просвеченный популяризации здорового ладу життя, устольвого туризму, а так само повышенню досвеченности громадства об важности психичного здоровья. Як увасабляли идею у життем, поговорим сьогодні с гостем у студии. Гэта постоянный координатор ААН у Беларуси Санака Самарасінха. Здравствуйте! Добрый день! У нас сема сегодня посвящена такому интересному масштабному событию, как велопробег, какие цели в рамках вот этого восьмидневного пробега. То есть, в принципе, это в Беларуси тоже велопробеги проходили немного раньше. Вот чем, может быть, этот отличается от предыдущих? So, we started this concept of riding to promote the sustainable development goals, the SDGs, last year. And we had about five, six hundred people who participated in this event in Nalibokskie Pushe in September last year. We called it bike for SDGs. Я бы сказал, что вообще концепция организации велопробегов началась у нас в прошлом году, когда мы организовали велопробег, посвященный целям устойчивого развития ООН. И тогда в Налibokskie Pushe у нас собралось 500 или 600 человек, и мы провели этот велопробег там в сентябре прошлого года. И когда мы организовали мероприятие в прошлом году, то с помощью этого мероприятия мы планировали обратить внимание общественности на 17 целей устойчивого развития. И мы также преследовали отдельные такие цели, как сохранение окружающей среды, защита вашей прекрасной природы, обеспечение гендерного равенства, также устранение барьеров, которые могут быть в жизни людей с ограниченными возможностями, и детьми, и поэтому для всех этих категорий мы организовали такой велопробег без всяких барьев. Но, конечно же, основной целью для нас была цель продвижения идей целей устойчивого развития. И мы также хотели представить велосипедный транспорт как одно из средств транспортировки, как одно из средств передвижения, которое позволяет сохранять окружающую среду. Ну и, конечно же, мы в заключении нацелились на 17-ю цель устойчивого развития, которая называется «Партнерство в целях развития». Поэтому на этом мероприятии собрались люди из разных стран мира. Они смогли не только посетить прекрасную Нолюбокскую пущу, не только насладиться прекрасным днем, катаясь на велосипедах, но также смогли узнать большую цель устойчивого развития. И это мероприятие оказалось настолько успешным, что многие участники этого мероприятия чувствовали, что есть необходимость в продолжении организации таких мероприятий. Да и я бы признался, что я сам также почувствовал необходимость в организации таких велопробегов. И мы задумались о том, чтобы организовать такие велопробеги ежегодно до 2030 года, когда заканчивается повестка целей устойчивого развития. Ну и одновременно появилась прекрасная идея организовывать такие велопробеги в разных местах, в Беларуси, и благодаря чему наши зарубежные партнеры, принимающие участие в таких велопробегах, смогли бы узнать больше о вашей стране и увидеть вашу прекрасную природу. И в этом году мы, соответственно, достигли договоренности с губернатором Гродненской области, с тем, чтобы организовать в этом году велопробег вдоль прекрасного августовского канала и продолжить ту инициативу, которая была начата в прошлом году, когда мы организовали велопробег в целях устойчивого развития. То есть мы решили продолжить это мероприятие и совместить его с другим мероприятием, которое проводится также на августовском канале. Это Международный фестиваль культур, который традиционно проводится там ежегодно в сентябре. Поэтому, соответственно, 26 августа этого года около 500 человек собрались на нашем мероприятии там для того, чтобы принять участие в однодневном велопробеге. И эти люди были из 20 разных стран. И опять-таки для меня было очень важно, чтобы в этом мероприятии приняли участие также люди с ограниченными возможностями. Соответственно, туда приехали не только дети с ограниченными возможностями, но и взрослые и пожилые люди. Одновременно я подумал, а может быть в этом году нам сделать это мероприятие несколько по-другому. Я в Беларуси уже работаю на протяжении 5 лет, и на протяжении всего этого срока я прилагал максимальные усилия для того, чтобы помочь Беларуси создать надлежащие условия для людей с ограниченными возможностями. И, соответственно, я был очень рад тому факту, что Республика Беларусь подписала Международную конвенцию о правах инвалидов, а также в 2016 году ратифицировала ее. Кроме того, был разработан национальный план действий по внедрению положений этой конвенции в стране. И, соответственно, в рамках этих усилий Республика Беларусь уже предпринимает ряд шагов по изменению нормативно-правовой среды, по созданию дополнительных услуг, рассчитанных на поддержку людей с различными видами ограниченных возможностей. Ну и, конечно же, в этом направлении предстоит сделать еще много работы. И также следует помнить о том, что нужно помогать и людям без ограниченных возможностей, с тем, чтобы они понимали тех людей, у которых есть ограниченные возможности, чтобы не формировалась стигматизация, чтобы у людей, у которых нет ограниченных возможностей, не было страха в отношении тех, у кого они есть. Ведь это довольно актуальный вопрос не только для граждан Беларуси, но и для людей, живущих во всем мире. И следует сказать, что с наибольшими сложностями, наверное, сталкиваются люди, у которых есть ограниченные возможности психического характера или психические заболевания. И следует сказать, что люди обычно не понимают тех людей, у которых есть особенности психического развития, и они их боятся, и чаще всего они просто предпочитают их не замечать. И поэтому я подумал, а почему бы нам не использовать этот велопробег, который мы ежегодно теперь уже организуем в целях устойчивого развития, для того, чтобы использовать его как начало более длительного велопробега, который бы прошел по Гродненской и Минской областям. Поэтому мы выехали из города Гродно, приехали в город Минск, это заняло у нас 8 дней, мы проехали более 400 километров. И следует сказать, что мы ехали не по автодороге Минск-Гродно, то есть М6, а мы ехали по лесным дорогам, проезжали деревни, другие населенные пункты. И следует сказать, что это был не просто велопробег, это была возможность у нас также пообщаться с теми людьми, которые сталкиваются с проблемами психического характера. Мы могли пообщаться с людьми, у которых есть психические заболевания, с теми, кто этих людей обслуживает, а также с членами их семьи, которые сталкиваются с такими сложностями в своей жизни. Поэтому вообще вот в этом восьмидневном велопробеге всего приняло участие около 400 человек. И я и мои коллеги также приняли участие в этом мероприятии и проехали практически всю дистанцию. Кроме того, с нами вместе ехали и те люди, у которых есть особенности развития, было много таких людей, и следует сказать, что Саша Автевич, который является человеком с ограниченными возможностями, проехал со мной всю дистанцию этого восьмидневного велопробега. И следует сказать, что с нами вместе ехали и пожилые люди, и дети. Самый молодой участник нашего велопробега был полутора лет возраста. И в этом велопробеге принимали участие и послы, и мэры городов, и представители семи-восьми разных стран. И наш маршрут пролегал таким образом. Мы отправились из Гродно, поехали в Скидель, потом в Щучин, в Лиду, в Ашмяне, в Сморгоне, и в Яволожен, в Заславье, и затем в Минск. И все люди, с которыми мы встречались на нашем пути, были очень честными, открытыми. Следует сказать, что, конечно, не могло не удивлять то радушие и гостеприимство, которое показывали люди с инвалидностью, с которой мы встречались. И поэтому мы встречались с людьми, разговаривали, я даже играл с многими детьми. И следует сказать, что те, с кем мы встречались, были людьми с синдромом Дауна, с эпилепсией, с шизофренией, с биполярными расстройствами, с церебральным параличом и другими расстройствами. Но на что я обратил внимание, и все мы, на то, что если ты потратишь время и усилия, и будешь добр, то ты начнешь понимать этих людей. И все эти люди, на самом деле, оказываются людьми с прекрасной душой. И именно поэтому мы и выбрали лозунг данного мероприятия, как «Сила Духа над телом». Этот лозунг означает то, что каким бы ни было наше тело, если мы думаем о своем Духе, о своем разуме, если мы стараемся понимать других людей, то благодаря этому весь мир станет лучше. Я так понимаю, что происходило общение с представителями власти. Может быть, где-то обсуждали, поняли, чего этим людям не хватает. То есть какие-то, может быть, шаги необходимо будут принять, то есть, так скажем, логическое дальше продолжение велопробега. Absolutely. So one of the things that, of course, will come out of this, we hope, and not we hope we plan, is that, you know, the individual cases that we have had an opportunity to see and to hear about an experience. Конечно же. И одним из мероприятий, которое могло бы последовать, это, я надеюсь, та поддержка, которую мы в первую очередь сможем оказать в отдельных случаях, в тех случаях, которые мы видели в рамках нашего велопробега, потому что у нас была возможность увидеть, услышать людей, узнать об их опыте жизни, и поэтому хотелось бы помочь этим людям. Поэтому, да, есть ряд определенных мер поддержки, которые мы планируем оказать этим конкретным людям и семьям, ну и, конечно же, это важно сделать. Ну и поэтому следует сказать, что есть ряд даже проектов, которые мы в настоящий момент разрабатываем, и которые мы начали обсуждать уже в ходе самого велопробега. Потому что, представьте себе, в нашем мероприятии принимали участие и представители госорганов, и дипломатический корпус, и бизнесмены, и представители неправительственных организаций, ну и, конечно же, сотрудники Организации Объединенных Наций. И вся прелесть таких мероприятий заключается в том, что, представьте, одновременно едут по дороге 100 человек на велосипедах, и ты можешь общаться с этими людьми и прямо по ходу движения организовывать встречи и достигать определенных договоренностей. Поэтому есть определенные идеи, которые у нас появились в ходе самого велопробега, и я надеюсь, что ряд этих идей получит нашу поддержку в ближайшие недели. Кроме того, в рамках самого велопробега, например, в Лиде, уже была реализована одна из таких идей, когда польский посол сказал о том, что Польша поддержит строительство 10-километровой велодорожки в Лиде, по которой смогут ездить люди с инвалидностью, то есть это будет велодорожка без каких-либо барьеров, ну и, конечно же, и граждане без ограниченных возможностей также смогут пользоваться этой велодорожкой. Или, например, другое дипломатическое представительство Республики Беларусь в лице своего посла заявило о том, что они планируют оказать финансовую поддержку в реконструкции и модернизации одного из зданий. В этом здании расположено учреждение для детей с инвалидностью, и мы в нашей инициативе предложения также передали в Министерство труда и соцзащиты, а также в администрацию Гродненской области, и поэтому мы предполагаем, что эти проекты получат свое продолжение. Ну и одновременно есть некоторые вопросы, которые носят системный характер, которые требуют решения. Мы пообщались с людьми, услышали их истории, они поделились своим жизненным опытом, и, конечно же, мы приходим к пониманию того, что есть определенные направления работы, в которых следует поработать и организации Объединенных Наций. Некоторые из этих вопросов уже отражены в том национальном плане действия, о котором я говорил выше, но есть некоторые вопросы, которые требуют внесения в этот план. И одним из направлений нашей работы могло бы стать следующее. Я думаю, что это требует усиления нашей активности. Я говорю о том, чтобы поделиться с Республикой Беларусь тем международным опытом и знаниями, которые есть в этой области. Дело в том, что многие люди ведь взаимодействуют с теми, у кого есть особенности психического развития, у кого есть психические заболевания, я имею в виду социальных работников и учителей, и родителей, а также работников системы здравоохранения. Я думаю, что часто мы даже не знаем, каким образом нам правильно взаимодействовать с такими людьми. И не только здесь, но и вообще и в западном мире. Мы только пытаемся сегодня найти способы, как диагностировать, во-первых, особенности психического состояния человека, а затем, как на это реагировать, как отвечать на это. И поэтому было бы правильно, если бы мы аккумулировали наилучший международный опыт и поделились им с Беларусью в этой связи. Дело в том, что люди, которые работают в этом секторе, должны быть оснащены необходимым инструментарием, назовем это так. Потому что я, пообщавшись с этими людьми, понимаю, что у тех, кто имеет дело с людьми с особенностями психического развития, есть и преданность делу, и страсть к работе, и они нацелены на то, чтобы хорошо выполнять свои обязанности, но часто у них отсутствует необходимый инструментарь. И работой в этом направлении, конечно же, в первую очередь, занимаются три министерства Республики Беларусь, как минимум. Это Министерство здравоохранения, которое берет на себя вопросы опеки над детьми с особенностями психического развития в возрасте от рождения до трех лет, затем эту эстафету перенимает Министерство образования до тех пор, пока ребенок не достигнет 18 лет, а затем это уже переходит в Министерство труда и соцзащиты, становится его пререгативой. Конечно же, есть необходимость в улучшении координации взаимодействия между всеми этими структурами, но вместе с тем мы и международное сообщество также должны оказать поддержку и в этом направлении, и кроме того, в целом создать такую систему, когда бы человек с первого дня своей жизни и до своего последнего дня получал бы всю необходимую помощь. И поэтому я думаю, что здесь также необходимо работать над совершенствованием нормативно-правовой базы. Конечно же, в плане совершенствования законодательства Республики Беларусь было сделано уже очень многое, но еще требуется вносить определенные изменения и создавать новые законы, которые бы в первую очередь создавали безбарьерную среду. И эти вопросы в настоящий момент я отрабатываю с Администрацией Президента Республики Беларусь, с Министерством юстиции Республики Беларусь, с рядом юридических организаций. Также мы эти вопросы обсуждаем с Евросоюзом, а также, в частности, с Германией, с Великобританией и рядом других стран. Очень важно, чтобы законодательство учитывало интересы людей с инвалидностью, чтобы создавалась безбарьерная среда. И в первую очередь, чтобы усилия были направлены на тех, у кого есть особенности психического развития, но и, конечно, не только на них. И третье, я думаю, что также серьезным препятствием в жизни людей с инвалидностью, особенно тех, у кого есть особенности психического развития, является следующее. Я бы сказал, что в возрасте до 18 лет дети получают нормальную поддержку, но затем, после того, как они преодолевают этот порог, они часто оказываются в специальных центрах, в домах престарелых, и эти центры расположены практически в каждом районе республики. И, конечно же, если говорить про такие учреждения, то там работают хорошие люди, и в целом там хорошие условия, и те, кто там находится, чувствуют себя хорошо. Но я думаю, что в некоторых случаях можно было бы приложить дополнительные усилия. В первую очередь, я говорю про молодых людей, которые там оказываются. Я думаю, что этим людям могла бы быть предоставлена возможность трудоустройства для того, чтобы они вели более осознанную, наполненную жизнь, с тем, чтобы они хотя бы работали 2-3 часа в день, и затем могли возвращаться в свое учреждение. И, конечно же, уже в Беларуси есть ряд успешных примеров, когда люди с синдромом Дауна, с аутизмом или с церебральным параллечом работают. И поэтому было для нас очень важно, чтобы в нашем велопробеге также приняли участие генеральные директора компаний, потому что для нас также важно работать не только с государственным сектором, но и с частным. И я думаю, что вы, средства массовой информации, также можете сделать очень многое в этом направлении. Вы можете просвещать людей, вы можете устранять стигматизацию, вы можете убирать те страхи, которые есть у людей, у которых нет инвалидности, в первую очередь, особенностей психического развития. Поэтому я думаю, что мы продолжим нашу работу, наше взаимодействие с Министерством информации Республики Беларусь для того, чтобы выработать такую стратегию информатизации, информационную стратегию, которая бы позволила донести до людей то, каким образом нужно действовать в этом направлении. Во-вторых, я думаю, что очень важно работать с такими журналистами, как вы, потому что, если вы будете больше знать об этом вопросе, то вы сможете также обучать людей, которые находятся в регионах. И все это позволит создать общество, в котором не будет барьеров, и в котором будут устранены те стигмы, которые часто существуют в отношении людей, особенно с психическими заболеваниями. Все-таки, возвращаясь к целям устойчивого развития, можно говорить о том, что этот велопробег, он преследовал, ну, как минимум, я так понимаю, наверное, две, а может даже и больше, то есть, наверное, о равных возможностях, и в то же время мы не забываем все-таки, что это был велосипед, это 8 дней, сколько же сэкономили-то выбросов в окружающую среду, сколько не выбросили. Ну, кроме этого, я и много килограмм сбросил. Вы совершенно правы. И, конечно же, мы обращали свое особое внимание таким вопросам, как обеспечение инклюзии, создание общества равного для всех, и, конечно же, мы обращали свое внимание на создание развития устойчивого туризма. И поэтому для нас было очень важно организовать это мероприятие. Кроме того, оно нам позволило пропагандировать здоровый образ жизни, особенно в сельской местности и малых населенных пунктах. Поэтому, организовав такой долгосрочный велопробег, мы нацеливались на многие цели устойчивого развития. И, конечно же, было еще одно направление работы. Мы посетили торфяники вблизи Новая Руд. В свое время программа развития ООН реализовала там проект по восстановлению торфяников, потому что в этих местах очень актуальны вопросы осушения болот, вопросы лесных пожаров, которые крайне опасны. И, кроме того, очень сильно загрязняют окружающую среду Республики Беларусь. Кроме того, если торфяники потеряют свою правознанную форму, то они хуже депонируют углекислоту, потому что, как мы знаем с вами, если извлекается из торфяников торф, или если торфяники высыхают, то коэффициент депонирования резко сокращается. Поэтому довольно большое количество гектар уже было восстановлено при поддержке программы развития ООН. И, посетив эти места, у меня также возникла идея о создании экологического центра, в который смогли бы приезжать люди, для того, чтобы узнать побольше о том, какая работа проводилась в этом направлении. Кроме того, мы посетили Налебогскую пущу в Воложинском районе, в которой в свое время нами при поддержке Евросоюза также реализовывался проект, и там в рамках этого проекта был создан центр по наблюдению за перелетными птицами. И я полагаю, что те дети и взрослые, которые проживают в Минске и в этом регионе, конечно же, могут посещать и должны посещать этот центр для того, чтобы посмотреть на птиц, насладиться красотами этих мест, ознакомиться с флорой и фауной, которая там существует. И кроме того, от этого ведь выиграет и местное население, потому что оно будет получать экономические выгоды от развития туризма. Кроме того, в рамках нашего пробега мы посетили семь или восемь соборов, это были и католические, и православные церкви, мы посетили мечеть, мы, конечно же, посетили ряд исторических объектов еще времен Великого княжества Литовского, конечно же, мы видели многочисленные озера, леса, мы проезжали мимо полей, засеянных кукурузой. После всего этого осознаешь, что многое может быть сделано для того, чтобы развить экотуризм, и особенно там, потому что Гродно, как регион, является прекрасным местом для того, чтобы начать эту работу. В течение последующих нескольких недель мы планируем организовать конкурс под эгидой проекта, который называется БелМед, это проект Евросоюза, который реализуется рядом агентство Евросоюза, и планируется выделение ряда грантов в рамках этой инициативы для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни в Гродненской области. А вот личные впечатления вот от проезда на велосипеде вот с точки зрения вот вело-туриста, все-таки очень большой путь, были ли какие-то сложности, то есть вот в этом направлении есть еще в Беларуси над чем работать, тоже же инфраструктура и возможность проехать? Я думаю, я не был я думаю, что меня нельзя отнести к таким традиционным велотуристам, потому что мне и всей нашей команде была оказана просто фантастическая поддержка и со стороны местных органов власти, и со стороны самого губернатора Гродненской области, поэтому я бы не сказал, что мы сталкивались с какими-то сложностями. Да, мы не ездили по автострадам, но все равно мы двигались по автомобильным дорогам в передвижении, там нам помогали и местное отделение внутренних дел, и к нам направлялись бригады скорой помощи для нашего сопровождения, поэтому я думаю, что те проблемы, с которыми могли бы столкнуться традиционные велотуристы, мы с ними не столкнулись. И, конечно же, в этом мероприятии принимали участие разные люди, и среди них был представитель Минского велосипедного сообщества, и были представители также отделения этой организации в Гродно. Кроме того, были люди, которые выехали специально из Германии на велосипедах для того, чтобы успеть приехать и принять участие в этом восьмидневном велопробеге. И, конечно же, по ходу движения я общался с этими людьми, и мы обсуждали, что может быть улучшено. Я думаю, что первое, что может быть сделано, это предоставление более качественной информации. Я имею в виду информацию о маршрутах, которые могут быть, о качестве дорожного покрытия, о том, что следует увидеть по ходу движения, что следует сделать, где можно разместиться с ночлегом, где можно перекусить. И я думаю, что такая информация должна быть собрана в одном месте, для того, чтобы любой человек, который считает себя велосипедным туристом, мог бы зайти туда и посмотреть, получить эту информацию. Например, у человека возникнет идея проехать от границы Польши с Белоруссией, от границы до города Минска, через Брест или через Гродно. И он должен получить информацию о том, что он может увидеть, какую поддержку он может получить. Я думаю, подобного рода информация, крайне важна. И второе, что я бы отметил важным, это создание велодорожек. Да, по Минской области мы ехали по так называемой евровелодороге. Это маршрут, который был в свое время проложен велосипедистами. Но я думаю, если путешествовать в других регионах Беларуси, то очень важно, особенно, когда движение организуется по обычным автодорогам, было бы полезно создать велосипедные дорожки вдоль них, хотя бы в целях обеспечения безопасности. И третье, я думаю, что также необходимо поработать и с агроэкоусадьбами, для того, чтобы они наработали необходимые навыки, чтобы они знали, как формировать, реализовывать свои маркетинговые стратегии. И, конечно же, очень важно знание иностранных языков. В первую очередь, английского, ну, наверное, польского, немецкого. И я думаю, что в Беларусь имеет много чего предложить. И в заключение хотел бы сказать, что вот этот пятидневный безвизовый режим, который предложен уже сегодня, показывает очень прекрасные результаты в Гродно. Мы обсуждали этот вопрос и с губернатором Гродницкой области, и с министром спорта и туризма, который лично принял участие в первом дне нашего мероприятия на Августовском канале. И они мне показывали статистику, которая доказывает высокую эффективность этой меры. Кроме того, сейчас поговоривают о том, что, возможно, этот безвизовый срок будет расширен. Поэтому люди, которые бы приезжали в Гродно, возможно, могли бы путешествовать уже и по Гродненской области, или, может быть, даже из Гродненской в Брестскую область и так далее. Я думаю, что нам очень также важно найти способы, каким образом привлечь финансирование для реконструкции многочисленных исторических объектов. Я посетил ряд из них, и они представлены совершенно прекрасными, невероятными зданиями, которые крайне требуют средства для того, чтобы их восстановить. И, конечно же, я вижу, что местные органы власти пытаются прикладывать свои усилия для того, чтобы восстановить такие места, но я думаю, что можно было бы сделать еще больше, если бы сюда приезжало больше туристов, и среди них, возможно, нашлись бы инвесторы, заинтересованные в оказании такой поддержки. Спасибо большое. Спасибо за предоставленную возможность. Я нагадаю, сегодня гостям у студии был постоянный координатор ААН у Беларуси Санна Касамарасинха, провела программу Алена Вахрамеева. До встречи у эфиры.